Тук-тук! Это почтальон Печкин. Принес 3D News Daily за 11 апреля. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о наборе забав для LG Optimus G Pro, о Word на Android и iOS, о новых планшетах от Microsoft и о том, как стать лазерным джедаем. В свет выходит набор улучшений для смартфона LG Optimus G Pro, который, кстати, в России пока не продается. Smart Video, одна из функций грядущего апгрейда, позволит вам не пропустить ни секунды интересного видео. Она останавливает воспроизведение, если вы отвернетесь от экрана или закроете глаза. Дуал-камера дает возможность сделать двойное фото, одновременно используя основную и фронтальную камеры. Смартфон запечатлеет момент и вашу реакцию на него. Эй, да вы моргнули! Кроме того, появилась не то чтобы революционная технология, которая позволяет останавливать и возобновлять запись видео. Смотрите фокус. Был человек в кадре, а теперь нет человека. Алле-оп! Обновленная прошивка для LG Optimus G Pro станет доступной уже с 12 апреля. Настоящие уличные маги не имеют права такое пропускать, если, конечно, они умудрились где-то купить Optimus G Pro. Еще немного уличной, нет, скорее клубной магии. Контроллер Beams, заточенный для работы с программой Virtual DJ, имеет несколько встроенных лазеров, которые позволяют управлять различными эффектами с помощью движения рук в воздухе. Также есть три кнопки для переключения как отдельных эффектов, так и пресетов. Взаимодействие с этим устройством напоминает игру на музыкальном инструменте TerminVox. Работа с Beams выглядит необычно, эффектно и даже удобно. Да и цена вполне приемлема, всего 200 долларов. В роли диджея вы будете неотразимы. Ну, если хоть что-то умеете. Microsoft не будет выпускать версию Office для Android и iOS как минимум до осени 2014 года. Слухи о возможном скором релизе Word, PowerPoint и Excel для этих платформ были развенчаны утекшей в сеть картой обновлений Microsoft. Тем временем, следующая версия офисного пакета для Mac подоспеет уже в апреле следующего года. The Wall Street Journal сообщает, что Microsoft ведет работу над обновлением серии планшетов Surface. Также в Redmond разрабатывают новый 7-дюймовый планшет под брендом Xbox. Для самой Microsoft очень важно занять нишу на рынке компактных планшетов, где сейчас доминируют iPad Mini и Nexus 7. Redmondский гигант делает все большую ставку на Surface, так как по данным статистики продажи стационарных ПК упали в этом году на 30,8%. Что ж, битва таких титанов, как Microsoft, Apple и Samsung нам с вами только выгодна. На этом все. Желаем вам, чтобы диджей всегда ставили только ваши любимые пластинки. До новых встреч!